привет друзья сегодня снова хочу поговорить о ЗМЗ-402 дело в том что ко мне обратился один знакомый с проблемой такой перегревается он у ЗМЗ-402 стоит он у него на УАЗ Буханка перегревается не всегда а только при передвижении по пересеченной местности то есть если он едет по трассе то у него все нормально если он выезжает куда-то там в лес да двигатель увидит грязь и сразу начинает там бедного лихорадка бить он начинает греться как утюг и он попросил найти причину почему у него перегревается двигатель для того чтобы вам было понятно о чем пойдет речь давайте для начала коротенько пробежимся по системе охлаждения 402 разберем основные причины по которым может двигатель перегреваться потом я вам расскажу почему двигатель перегревался вот именно на его автомобиле то есть двигатель у нас может перегреваться даже при наличии абсолютно адекватно работающие системы охлаждения все нормально а двигатель перегревается вот такие прибамбасы у нас тоже случаются и так система охлаждения ЗМЗ-402 буду рассказывать в этой схемке по книжке по которой я обычно рассказываю система охлаждения ЗМЗ-402 состоит из абсолютно базовых элементов да у нее нет никаких лишних прибамбасов есть система охлаждения гораздо сложнее там с кучей датчиков с вентилятором с электрическим свистком муфты там с теплообменником как на турбовых двигателях допустим стоит там разные есть здесь вот чисто базовая система вот мы сейчас ее будем разбирать состоит система охлаждения 402 из блока цилиндров головка и блока цилиндров по которой вот стрелочки нарисована по которой циркулирует вот именно охлаждающая жидкость в нашем случае антифриз на все антифризе заливает воду никто не заливает наверное ну хотя в принципе да может и кто-то и заливает это личные проблемы каждого водителя из блока цилиндров из радиатора отопителя который не дает вам замерзнуть когда вы зимой ездите на автомобиле на вот патрубки соединяют вот его с помпой и с головкой блока цилиндров то есть горячая жидкость поступает вот сюда вот из головки блока цилиндров и отводится вот сюда вот в помпу из основного радиатора который собственно и предназначен для того чтобы отводить излишнее тепло от блока цилиндров патрубки вот его соединяет вот патрубок один входной и вот патрубок выходной который возвращается вот сюда вот на 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 помпу из термостата вот здесь стоит термостат самой помпы вентилятора охлаждения датчика который дает информацию на указатель температуры который находится на приборной панели и решительного бака который предназначен для того чтобы поддерживать определенный уровень жидкости охлаждающей в системе охлаждения ну вот здесь под номером 13 интересный номер то куда 13 здесь нарисован еще вентилятор охлаждения электрический ну очень редко их ставят не часто я видел что то средства вторые ставили вот эти вентиляторы электрические на 406 ставят да потому что на 406 здесь стоит листка муфта и вот здесь вот у него стоит дополнительный на 409 тоже дополнительные вентилятор на 402 редко их ставят и так система охлаждение выглядит на 402 вот именно так теперь о неисправностях есть три основные неисправности по которым двигатель от может перегреваться это неисправность термостата это неисправность помпы и это засорение вот основного радиатора охлаждения двигателя эти неисправности в принципе можно диагностировать без всяких там прибамбасов заморочек и приборов то да если у вас есть пирометр да можно пирометром температуру померить если нет можно просто рукой потрогать то есть если допустим у вас засорился радиатор охлаждения вот этот основной диагностировать это можно так то есть если у вас вот этот патрубок горячий а вот этот вот холодный значит у вас нарушена циркуляция вот здесь в основном радиаторе то есть это все все элементарно да можно заглянуть под крышку если есть крышка там на самом радиаторе посмотреть насколько там все засорено частично будет видно да но в основном вот так вот все это да то есть этот патрубок горячий входной этот холодный то есть значит вот здесь циркуляции нормальный нет это случается почему потому что мы редко очень меняем антифриз антифриз нужно менять как минимум раз два года это не прихоть это там не тараканы производители это суровая реальность то есть антифриз он со временем изнашивается есть много разных всяких антифризов до красные и зеленые там синие как-то солт а солка не странно это тоже антифриз да они не надо делить жидкость охлаждающие на антифриз и это солт а солт это тоже антифриз антифриз это переводе с английского незамерзающая жидкость поэтому как бы дата сол как и все антифризы состоит из основных четырех элементов то есть это этиленглюколь вот и его содержание как раз вот допустим антифризе плотность 40 процентов это вот 40 процентов этиленглюколя дистиллированная вода присадки анти жавчина и присадки анти вспенивающий со временем от температуры двигателя от кавитации вокруг цилиндров двигателя от того что взбивает помпа постоянный антифриз он начинает расслаиваться и вот эти продукты распада антифриза они вот здесь вот на трубочках радиатора внутри основного охлаждения и кстати на трубочках радиатора отопителя тоже оседают и препятствует нормальному теплообмену между радиатором и атмосферой либо между радиатором кстати и салоном что тоже очень сильно снижает эффективность работы и у вас как бы в салоне будет прохладненько весьма зимой то есть антифриз нужно вовремя менять следующая причина это помпа ну это с помпой проблем бывает редко то есть если помпа допустим сжужжал зашумел подшипник да и у вас потекла помпа дренажное отверстие специальные если там допустим фибра износилась помпа потекла вы увидите что там какие-то неисправности какие-то проблемы и помпу займите ну если вам попалась какая-нибудь такая шикарная помпа которая вас проработала там лет семь восемь там девять да и вот здесь вот на помпе есть крыльчатка на которой лопасти эти лопасти со временем от кавитации там вот сбивание антифриза они тоже изнашиваются если у вас помпа отработала долго то есть вероятность что вот эти вот и крыльчатка она тоже подносилась и в результате у вас вот будет плохая циркуляция охлаждающей жидкости подвигатель и соответственно вот проблема с охлаждением двигателя тоже где-то по пресеченной местности будет он греться по трассе то есть будет все нормально и третья причина это термостат термостат стоит вот здесь термостат это вот такой вот такой прибор или механизм как угодно его назовите вот это вот термостат с audi a4 ну назовите 402 стоит практически такой же термостат только он больше диаметром поменьше но как пример пойдет и вот этот термостат состоит из вот корпуса пружины возвратной цилиндра и штока который вот здесь вот в цилиндре находится вот здесь внутри цилиндра находится специальное вещество которое при нагреве выталкивает шток и открывается клапан на вот так вот покажу пример так так это все происходит открывается клапан и Вот здесь открываются полости и жидкость через открытый термостат поступает уже в радиатор охлаждения в основной. То есть пока у вас термостат закрыт, жидкость у вас циркулирует вот здесь. То есть блок цилиндров и радиатор отопителя. Сюда она не поступает. Когда термостат открывается, она у вас поступает вот сюда. Если вот здесь что-то повредилось и термостат открываться перестал, то есть у вас жидкость будет циркулировать только по малому кругу. Не попадая сюда в радиатор И двигатель соответственно тоже будет перегреваться Но это тоже диагностировать очень легко То есть если у вас температура на двигателе больше 90 градусов А патрубок вот этот вот холодный Значит у вас кончился термостат То есть нужно его поменять Вот это вот третья причина Но прежде чем поменять термостат Когда вот купили термостат в магазине Принесите его домой И бросьте в стакан с горячей водой Ну с кипятком Он должен открыться То есть вот здесь должен открыться клапа Если он открывается значит он неисправен То есть ну если на 402 можно Да вот здесь два болтика открутить Спокойно снять крышку и поменять термостат То допустим на 409 или на 406 Чтобы поменять термостат Нужно там открутить корпус термостата Там надо разобрать целую кучу прибамбасов Там все патрубки поснимать То есть это очень долго Потому что термостат там Второй болт термостата спрятан под срезом головки блока цилиндров И достать его просто так Это нереально То есть это очень долгий процесс Поэтому лучше проверить Ну и на 402 лишний раз нам дергаться Сливать и заливать антифриз не стоит Тоже лучше проверить Заранее потом поставить Вот три основные причины перегрева двигателя 402 ну и не только 402 Теперь поговорим конкретно о причине По которой Произошел Происходил перегрев Вот на той буханке Про которую я вам рассказывал Получилось как У этого товарища потек радиатор Охлаждения Он купил новый радиатор Но мы покупаем как Мы же всегда хотим сэкономить Да И он также решил сэкономить И купил новый радиатор охлаждения После покупки радиатора У него начались вот именно такие проблемы Но Дело в том что на ZMZ-42 Пускается два вида радиаторов То есть они на вид абсолютно Вот допустим если смотришь на радиатор Они практически одинаковые То есть одинаковый бачок верхний и нижний Все у них практически идентично И если внимательно присмотреться Можно обнаружить что Есть радиатор который подороже У него три ряда трубок А радиатор который подешевле У него два ряда трубок То есть у него Верхний и нижний бачок такие же А полка частично пустая То есть одного ряда трубок нет И вот именно этот радиатор Который подешевле Который он купил Он в принципе с охлаждением Двигатель не справляется Вы представляете да Уже вы купили радиатор А 30% радиатора вы не купили То есть вы купили Получается Ну 60% радиатора Ну грубо говоря да Не будем там 63 66 Там 33 Вот 30% радиатора вы не купили Купили 70% радиатора Всего лишь И вот эти 30% радиатора Вот они вот как бы Ну и снижают Эффективность Охлаждения И у вас двигатель При движении по трассе Будет себя чувствовать чудесно То есть нормальную температуру Но если вы в пробку Конечно не попадете В пробке он тоже перегреется Наверняка Но если вы выйдете куда-нибудь На пересеченную местность А у вас они всегда ездят По пересеченной местности Для этого они и покупаются То у вас будет перегрев двигателя И вы с этим ничего не сможете сделать И даже если у вас наличствует Вот электрический вентилятор второй То тоже вряд ли он справится В полном объеме с охлаждением двигателя Поэтому при покупке радиатора Не экономьте Посмотрите Два ряда у него или три Не берите двухрядные радиаторы Они не будут нормально охлаждать вас двигатель Вот такие вот три причины Основные перегрева По неисправности двигателя И вот такая вот причина По покупке запчастей Если это видео кому-нибудь Поможет Облегчит жизнь Поможет найти какие-то неисправности Был очень рад помочь Пишите комментарии Подписывайтесь Всем пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok